Всем привет! Поговорим дальше о скульптуре с Alpha 6, что он еще может. Вот у нас сфера такая есть вот эта кнопка переход на ZBrush. Давайте нажмем ее, посмотрим что будет. Вот сейчас включается ZBrush, импортируется эта сфера в ту программу. Вот загрузилась она. Сейчас появится здесь сфера. Вот появилась сфера, ее нужно теперь сюда вытянуть. Все. Вот зажимаем левую кнопку мыши и тянем на себя. Теперь надо вот это все отключить. Это кнопка Lipbox. И чтобы начать работать со сферой, нужно нажать вот эту кнопку Edit. Все. Теперь мы можем передвигать, можем ее удалять, приближать. Кнопка Alt и кнопка левая мыши делает всю эту операцию. Запоминайте. Давайте пройдемся теперь по интерфейсу ZBrush. Здесь у нас выравнивает эта кнопка Frame. Выравнивает модель. В случае, если вы ее, допустим, увели. Вам надо приблизить, с ней поработать. Вот нажимаете ее. Кнопка симметрия. Локализация. Приблизить. Это вот зум. В принципе, больше здесь ничего. Полоски работают на уменьшение, увеличение рабочей зоны пера. Можно сделать его двойным. Можно его уменьшить. Можно его прибавить. Делайте, пробуйте. Следом давайте посмотрим brush, кисти. Их тут очень много. Не то, что в Sculptris, конечно. Вот возьмем, допустим, вытягивание. И можно вот вытягивать, как и в Sculptris. Мягче работает. Лучше, конечно, работать. Можно сферу поменять. Световую форму выбрать. Это вот здесь. Мне больше нравится работать с цветом глины. Вот мы крутим, зажав кнопку правой мыши. Вот смотрим ракурсы. А самое здесь интересное, это Clay Bart. Сейчас мы уменьшим. Вот он так наносит текстуру, как и в Sculptris. Сейчас я вам покажу, наверное, на примере тигра. Там будет понятие видней. Вот наш тигр. По-другому выглядит, конечно, в The Brush. Здесь вот можно поставить текстуру дерева цветовую. Богаче выглядит. Красивее, конечно. Нажимаем эту кнопку. Вот мы его приблизили. Возвращаемся на нашу световую форму. И смотрите, как работает эта кнопка. Кисть красиво идет. Массу наращивает шикарно. Мягче. Не то, что в Sculptris, конечно. Все здесь работает мягче. Красивее. Вот когда мы нанесли слой, теперь надо его выгладить. Зажимаем Shift и левая кнопка мыши. Вот у нас масса нарастилась. Красиво все. Нормальненькая. Посмотрим другие перья. Вот, допустим, стандарт. Перо стандарт. Наносит объем. Рисует вот так вот. Так же, как и в Sculptris, но более лучше. Здесь возможности побольше, конечно, The Brush, но она ничуть, скажем так, не превосходит Sculptris. Шесть перьев Sculptris. Здесь очень их много, конечно. Все они работают мягче, лучше. Можно лепить и здесь в модели. Ну, конечно, если делаете модель, лучше сделать вот это все в Sculptris, а в Sculptris доработать. Оно и быстрее, и лучше будет для работы. Строка, вот эта вот клавиша, она меняет как наносимое, как наносится вот эта вот поверхность. Она меняет ее структуру. Можно поставить вот так вот. Будет вот наносить точечно. Удерживаете левую кнопку мыши и понемножку. Вот добавляете кусочками, частями. Можно поставить вот альфа, можно поставить сферу. Вот она будет наносить углы сферически. Вот так вот. Вот такая полоса идет. Можно поставить вот такую вот. Как типа текстуры можно ей сделать. вот здесь добавляем текстуры. Вот она текстурка у нас. Вот эту отключаем. вот у нас текстура такая. Такая. Много световых сфер тут. Посмотрите, интересно очень. как все меняется. Вид модели. можно самому поменять цвет, вот здесь сделав. и теперь будете менять она будет зеленая. Какую бы сферу вы не поставили, просто оттенок будет меняться. это ваша личная цветовая модель будет. Ну вот в краткости и все пока. Когда вы все вот это сделали. Сохраняется вот импорт, экспорт. Нажимаете на экспорт. Сохраняете ее куда вам надо. И теперь вы можете ее закидывать в Sculptris. Но если много вот этих текстур, фактур, световых эффектов, Sculptris может ее не принять. Напишет, что файл Max24 не подходит. Потому что Sculptris не любит много изломов, вытяжки, которые делаются в The Brush. Детали. Вот такого не любит Sculptris. Сильного. Совсем другая полигональность тут. Ну в принципе принимают модели. Если свои вы делаете. Потом здесь дорабатываете и он принимает. В следующем уроке я вам покажу, как все здесь обрезается. Как наносится тон. Как работать с моделью. Все, до свидания. Удачи, пробуйте. по-другому него. Поехали в следующем. Удачи. Продолжение следует...